Квартира с видом на звездное небо. На окраине заводского района Саратова люди живут как в каменном веке, практически без потолка. Как семья с детьми выживает в аварийной квартире и коммунальщики не выполняют предписания городских властей, выясняла Юлия Шишкина. А вчера я пришла, вот эти осколки попадали, видать, и насквозь, видите, вон дырка-щердак, видать, оттуда к нам, кто им залезет. В первое время, когда у меня вот это все сделалось, мыши, крысы дохлые, вороны, воробьи падали, мокрицы, что у меня тут творилось. Из-за дыры в потолке в этой комнате нет электричества, да и просто опасно находиться. На голову сыпятся камни, части крыши, льется дождевая вода. Так София Хватова живет более полугода. Первый раз обвалилась в феврале, и с тех пор вся семья, двое взрослых и двое детей, ютятся в оставшейся комнате, спят на полу. Все лето хозяйка ходила со своей бедой в управляющую компанию «Стройкомплект». В начале месяца июня пришла к этой Харитоновой, она сказала, вы у меня по плану стоите первые на очереди. Июнь прошел, ну я, конечно, в середине июня еще ходила несколько раз, она только руками машет, а что я могу вам делать? Денег у них нету, денег нет. Аварийная квартира находится на верхнем этаже дома номер 5 по второму брянскому тупику в заводском районе. Дому более полувека. За это время капитального ремонта не было ни разу, говорят жильцы. На шиферную кровлю, похоже, тоже не ступала нога мастера. Коммунальщики признали износ кровельного покрытия площадью 1 квадратный метр над квартирой номер 8. Но от руководителя «Стройкомплекта» Александра Остапца хозяйка слышит одни отговорки. Давайте будем сейчас этот вопрос решать как-то. Когда будете решать-то, я же замерзаю, вы понимаете? Я решаю, решают подрядчики, они дел должны. Вы почему же с подрядчиками не разговариваете? Вы почему же с ними не разговариваете? Я до них и так не езжаю, не езжаю. Хватова пожаловалась на коммунальщиков в администрацию Саратова. И власти обязались сделать ремонт до 12 сентября. Безрезультатно. Штраф не помог. Областная жилищная инспекция передвинула срок ремонта крыши на 20 октября. София Хватова в ужасе. До 20 октября уже холодно. Вот видите, вы замерзли у меня. А у нас ребенок 2,5 годика. По полу невозможно. На валенках у нас дома ходим. И мы сами так же ходим. Между тем, аварийный потолок угрожает совсем рухнуть. Каждый день хозяйка выносит новые порции камней и со страхом ждет первых морозов. В ближайшее время она собирается пожаловаться на бездействие коммунальщиков в прокуратуру. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.